Если я закрываю глаза, я вижу море. И я почему-то помню ананасы, замороженные кубиками в пакетах. Хорошо. Держи. Что это? Это подарок. Я боюсь. Это онлайн-школа итальянского линго. Меня зовут Сергей Нестер. А я Винчетсо Санторо. И вы слушаете подкаст «Давай спросим у итальянцев». Сегодня у нас не совсем обычный подкаст. Мы не будем отвечать на вопросы наших слушателей. Сегодня мой день. Сегодня мой день отвечает на мой вопрос. Прошлый раз неожиданно выяснилось, что у тебя не было черно-белого телевизора. Ты помнишь? Да, да, да. Ребята, простите, но это моя личная боль. Да, сегодня мы будем говорить об этом. Выяснилось, что твое детство существенно отличалось от моего. Ну, разумеется. Хотя мы с тобой ровесники. В принципе, да. Да. И мне кажется, могло быть интересным поговорить об этом. То есть сравнить те условия, то детство, что ли, в котором каждый из нас вырос, потому что они были принципиально разными. Начиная от телевизора и заканчивая всем остальным. Ага. Поэтому сегодня я буду говорить о моей личной жизни, да? Ну, разумеется, как всегда. Ага. Давай так. Давай начнем для того, чтобы это можно было как-то сравнить. Начнем с того, что ты помнишь. Потому что, ну, понятно, что... Что я помню? Да. Что ты помнишь от своего детства? Если я думаю о моем детстве, сразу у меня есть такая идея. И если я закрываю глаза, я вижу море. Потому что моя семья, как много семья в такое время, в конце 80-х, начало 90-х. В Италии было очень-очень популярно покупать второй дом на море. То есть, в нашем понимании, дача. Да. У вас есть дача, у нас есть la casa al mare. И это, в принципе, тоже смещено. Потому что в Салерно у нас есть море. И мы можем по этим морям каждый день. Но все равно... А, то есть, принципиально, нужно купить второй дом еще ближе к морю. Да, да. И мы, ну, моя семья покупала в дом, в маленькой деревне. Ну, там была как закрытая деревня. Просто в Миладжо Кьюзо. А что значит закрытая деревня? Она закрытая... Ну, там означало, что они просто строили, сделали. А, я понял. Много маленьких домов на двухэтажах. Да, да, я понял. В принципе, все одинаковые. То есть, в нашем понимании, такой коттеджный поселок закрытый. То есть, у нас тоже так делается, но как-то к Италии мы обычно не привязываем эту понятию. Но они делали в такой виладжо, назывался как виладжо де Сибари, в Калабрио. И мы приезжали там каждое лето за три месяца. В конце мая до начала сентября. Мы отдыхали там три месяца. Поэтому, если ты мне в детстве, я сразу вспомню море. Море, много-много моря. У нас была обычная семья, мы не богаты. Но в такое время у нас был шанс покупать второй дом. Я считаю, что это как дача для вас. Да, это абсолютно как наша дача. Потому что у кого есть дача, не значит, что он богатый. Правильно? Ну, зависит от того, какая дача, конечно. Я, ну, понимая, как бы возвращаясь назад, я понимаю, что все-таки дача, это была таким атрибутом престижа. То есть, иметь дачу было очень престижно. Нельзя сказать, что каждая семья имела дачу, независимо от достатка. Это не так. То есть, у кого-то мог быть там какой-то вообще обшарпанный маленький домик. И он там все равно проводил время, выращивал там какие-то огурцы, там неизвестно что. И тоже это считалось дачей. Правда, что ты можешь строить свою дачу? Конечно, правда. Так у нас, в общем-то, все строили свои дачи. Правда? Вот. Сейчас, в принципе, да, ты тоже можешь купить себе дачу в коттеджном поселке закрытого типа, как ты говоришь. Я вспоминаю тему, на которой мы сейчас беседуем, и я понимаю, что это о чем-то другом. Другого, да? Абсолютно другое. То есть, ну, понятно, что другое. Это лето, я говорю про лето. Потому что, смотри, вот у нас, разумеется, я тоже в зимние месяцы оставался в городе, учился в школе, как все нормальные советские дети. И, собственно, никуда не уезжал. То есть, летом 25 мая у меня был последний звонок. И да, мы тоже куда-то уезжали. У меня бабушка жила в деревне, и поэтому у нас дачи не было. Ну, вернее, в ней не было никакого смысла. Потому что дача была там в 25 километрах от города. То есть, это там 20 минут на машине спокойно каким-то темпом. Да, у меня, у папы был прекрасный белый москвич 412, между прочим. И вот этот москвич прекрасно с ветерком доносил нас до вот этой дачи, в нашем понимании, за минут 20. И, по сути, я проводил там все лето подряд. Деревня. Да, это была деревня. То есть, скорее, это не был какой-то... Там были речи о озере, что не будет? Слушай, там было все, на самом деле. Ты знаешь, я когда... Ну, вот у меня сейчас такое ощущение, когда у меня теперь тоже есть дети, я понимаю, что я должен как-то сверять то, что делаю я, как ради своих детей. Да, да, да. И то, что делали мои родители. И ты знаешь, я понимаю, что, как бы сказать, принципиально, как бы большой заслуги нет в том, что у меня было такое роскошное детство, как я считаю. Но, тем не менее, получается, что своим детям я даю его в несколько худшем варианте все равно. Понимаешь? То есть, у меня нет ощущения, что я смог им дать то же самое. Но когда я пытаюсь сверить свою картинку с твоей, они, конечно, радикально разные. То есть, это что-то вообще просто... Время сейчас, ну, у меня нет детей, но если у меня было детей сейчас, конечно, я не смог отдать, что мне отдали, потому что вообще все поменялось. Ну, это другая история. Хорошо, скажи, какие у тебя были игрушки в детстве? Лучше чем ты играл? Мяч. Это были мои самые крутые игрушки. И потом у меня были Лего, конечно, Лего, Трансформерс. Знаешь Трансформерс? Черт, слушай, теперь уже, да, тогда еще нет. Да, да. Трансформерс. Да. У тебя была приставка Дэнди, которая называлась? Что? Дэнди. Что это Дэнди? Такая компьютерная приставка, которая подключалась к телевизору, и там можно было... Ну, как Иксбокс, но только проще. У меня были как Геймбой и Сига Мега Драйв. Да, да, да. У меня были Сига Мега Драйв и Геймбой. И потом первый компьютер, там были Сига Мастер Систер. Или Мастер Систем, типа. Ну, то есть это подключалось к телевизору, туда такие картриджи вставлялись, да? Да, но без телевизора. Мы играли маленький экран руками, типа джойстик. Я понял. А у меня была какая-то... У меня была Дэнди, которая подключала... Дэнди? Дэнди, да, к телевизору. У вас нет Дэнди. А кто сделал Дэнди? Не знаешь? Японцы, я думаю. Японские? Да, по-моему, да. Думаю, продавали только в России тогда. Потому что в Италии были очень популярны. Геймбой и Сига Мастер Систем. Я плохо помню какие-то эквиваленты, что было еще. Потому что, ну, по-моему, все-таки было как-то популярно. Но это было уже, когда у меня было больше, чем 10 лет. Поэтому говорим... 94-95. Хорошо. А когда тебе было меньше, до 10 лет, у тебя были какие-то игрушки, которые считали типичными на тот момент в Италии? То есть с кем играли дети вообще в этом возрасте? Футбол. Только футбол? Футбол. Не хочу показывать мои детства как слишком стереотипы. Но это было так. Я был в такой поколении, когда мы пока играли на улице. Поэтому мой первый дом, где мы жили, там был вообще там балкон. И от балкона моя мама смогла смотреть, как я играл на площади. Жардини, жардинетти, саду. Саду, да. Вот. И там мы встречали каждый день после обеда с друзьями до вечера. И мы играли в футбол. И мама с балкона звала тебя кушать. Да, просто так. Потому что пока не был такой момент, когда были видеоигры и все так далее. Это чуть-чуть попозже стали. После 90-х. Но вы же позже все равно в футбол играли. Да. Конечно, всегда играли. Теперь, ну, и сейчас я играю в футбол. И в видеоигры я играю в футбол. У нас, да, тематически немножко. И потом дома, я думаю, у меня были такие игрушки. Да, я думаю, как Лего, Трансформерс и такие, да. У тебя Лего были в России? Нет. Я не знаю, как во всей России. Ты знаешь, все сильно зависело от конкретной ситуации. Потому что от того, где ты живешь. Ну, территориально, да. То есть, потому что тогда же было время таких, каких-то челноков. Они ездили в какие-то... Челноки, знаешь, кто такие? Челноки? Челноки? Нет. Ну, смотри, это те люди, когда вот они ездят в другую страну, закупают что-то, чего нет. Там симптом, буквально, знаешь, причем не в промышленных масштабах, да, столько, сколько могут на себе увезти фактически. Хорошо. И приезжают. Мне вот таким образом, например, доставались жвачки турбо. Называлось турбо, где был вкладыш с автомобилями разными. В том числе и феррари, кстати. И ты очень крут, если у тебя их много. Вот. И поэтому мы говорили с тобой о челноках. То есть, вот таким образом люди привозили какие-то вещи, которых у вас было в избытке, а у нас не было совсем. Например, там, шоколадки, сникерс, там, еще что-нибудь. Что-то такое, чего у нас, ну, в принципе, быть не могло. И особенно учитывая то, что в 91-м году развалился Советский Союз. И, соответственно, ну, как ты знаешь. Да. Ты же хорошо знаешь русскую историю. Да. И знаешь, как все выглядело на тот момент. То есть, там были пустые полки, там не было ни черта. И родители всячески старались как-то детей побаловать своим. Сколько лет был в такой пустяк? Давай говорим так. Слушай, ну, я думаю, что, как сказать, смотря, о чем мы говорим. Челноки, вот люди предприимчивые быстро сориентировались. То есть, они буквально в течение, там, года стали ездить, там, в какие-то соседние страны и привозить все, чего не было у нас. То есть, вопрос в том, как бы, какого качества это было, сколько это стоило и так далее. То есть, это такая немножко грустная история. Вот. Но, разумеется, с каждым годом это восстановилось все больше и проблема. Как глагол? Достал? Я достал что-нибудь. А, как? Ты даже так знаешь. Да, да. Достал. Я достал Калкотки, типа. Я достал что-нибудь редко, да? Ты говоришь о времени чуть, как бы, чуть более раннем. Смотри, это знаешь, когда, вот когда Советский Союз развалился, тогда уже перестали употреблять все слово «достал». А, это было до времена. Да, это было до того. То есть, потому что... Ну, ладно, давай, у нас такой ретро-выпуск будет сегодня такой. Я могу делать как миллион подкастов про такой темп. Я люблю Советский Союз в такие времена. Ну, интересно просто. Да, давай так. Смотри, поскольку я еще успел родиться в Советском Союзе, так что для тебя очень интересная персона. Вот. Поэтому я могу тебе про это немножко рассказать. Достал – это, да. Ну, смотри, вот, например, «Москвич-412», про который я тебе рассказываю, мой папа достал. Подостал. Чтобы ты понимал. То есть, его нельзя было просто прийти и купить. Хрена с два, так не работало. Хорошо. Вот. То есть, я не помню эту историю. Это прямо такая, знаешь, на уровне такой семейной легенды, как это все происходило. Но я боюсь сейчас тебе наврать. Но как-то это было... Как сказать, мой папа сделал какую-то услугу какому-то важному человеку, вследствие чего, соответственно, у нас там появился за деньги. Это не то, что нам его подарили, да? Конечно, да. Как бы автомобиль «Москвич-412». Вот. Но как бы полную историю я не очень помню. Но тогда, как бы, разумеется, было такое понимание, понятие, было такое понятие, слава богу, дефицит. Дефицит. Ну, понимаешь, сначала то, что там всего было. Да. И вот достало как раз, да, про колготки, про какой-нибудь шкаф можно было достать, потому что шкаф нельзя было там, ну, на хорошей пресенье просто купить. Вот. А когда мы говорим о 90-х, тогда уже понятие «достал» не было актуально, потому что можно было купить уже все. Тогда был вопрос просто, ну, как все, ну, большинство из того, что можно купить сейчас, ну, тогда уже был скорее вопрос денег. То есть вопрос в том, что у людей не было работы вокруг и так далее. То есть тогда стало появляться все, но стали исчезать деньги. А раньше было наоборот. Были деньги, и было невозможно ничего купить. Вот. Была очень такая, как бы, странная ситуация, честно говоря. То есть у людей реально были. Я помню, что еще даже вот в магазинах был какой-то очень ограниченный набор продуктов. И я почему-то помню ананасы, замороженные кубиками в пакетах. Я не, ну, как бы, я когда об этом кому-то рассказываю, у меня такое ощущение, что я вырос на Марсе, никто этого не вспоминает почему-то. Ананас пакет? Смотри. То есть я из своего детства помню, что мама мне покупала буквально в магазине рядом с нашим домом. Там какие-то поставки были очень странно налажены, то есть в один магазин поступало что-то, чего можно было не найти больше нигде. Откуда это все доставлялось, кто это привозил, я не знаю. Короче, это представляешь себе, если ананас нарезать кубиками такими вот сантиметра по два, упаковать это в прозрачный пакет и заморозить. Это был как бы такой оригинальный. Замороженный. Замороженный, да. Странно, да? Ну, как бы на тот момент казалось вкусно. Сейчас не знаю. Да. Вот. И это был такой как бы вот как-то такой яркий. А про еда что вы ели, ну, как в детстве? Слушай, ну, как то, что ты не любишь. То есть мы ели, например, манную кашу, да, это был абсолютно манную кашу. Ты пробовал, кстати? Манную? Манную. Но манную не пробовал. А, ну, приходи, я тебе приготовлю. Спасибо. Пожалуйста. Ну, у вас был такой знак, потому что у меня был популярный такой знак, как, ну, феста, который Ферреро делает. Ну, знаешь, киндер, что не будет. Киндер-сюрприз. Там был очень. Знаешь, что, как бы, киндер-сюрприз появился в моей жизни почти в зрелом возрасте. Да? Да. То есть, нет, нифига не было киндер-сюрпризов. Смотри, у меня было, как бы сказать, классическое советское детство. У меня была манная каша. У меня была макароны, макароны, минутку, да, вот давай, здесь вот ничего не надо говорить. Да, 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 понятно, понятно. С сосисками, то есть, такие, как бы, нифига не аль денте, как бы, понимаешь. Ну, да, и какой, ну, интересно, какой, типа, еда для вас считалось, как, о, круто, сегодня есть это. Вкусно? Да, да, супервкусно. Слушай, мороженое. Мороженое, да. Вот классическая мечта любого советского ребенка это мороженое. Вот это прямо было, как сказать, ты знаешь, как оно выглядело? Я почему-то запомнил такое с... Это был вафельный стаканчик. Да, да. Внутри мороженое, а сверху на нем наклеивалась бумажка. Такая круглая бумажка. Знаешь, для чего? Ну, чтобы оно как-то не заветривалось, не вымазывалось там и так далее. Я видел. Видел такое? Это еще есть такие? Ну, наверное, это уж какая-то реплика под советские какие-то. Понятно. Он как, да, просто бумага, да, 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 да. Вот, и когда, смотри, вот я помню, что я покупал его в таком, в том же магазине, кстати, да, где замороженные ананасы, и когда, и там были такие большие стеклянные витрины, в советских магазинах всегда так делалось. И когда ты выходишь с этим мороженым, оно же такое, как сказать, ты отрываешь ту бумажку, на ней остается немножко мороженого, ты ее облизываешь и приклеиваешь это на магазин. То есть, как бы, и весь магазин был в этих кружках, я помню, как сейчас, от мороженого. То есть, это обязательная такая традиция, то есть, каждый выходит и приклеивает его туда. Мое действие очень популярное были chewing gum, big bubbles, такие. А, это жвачка? Это жвачка. Жвачка, да. Жвачка. Ну, жвачка у нас была, вопрос в каком, как сказать, в каком году и в каком количестве. То есть, да, в 90-х ее стало много, вот та жвачка турбо, например, легендарная, которую я тебе говорил. А, хорошо. Реально, все мои ровесники знают, что такое турбо, вот прямо, это, прямо, это культ. Она даже пахла особенно, ты знаешь, у нее был запах такой какой-то, химозный такой, но все его помнят. Вот. Жвачка, да, жвачка у нас тоже была, но, опять же, у нас была и кока-кола, но не сразу. Понимаешь, то есть, в тот момент, когда у тебя не было до черта, у нас все не было совсем. Вот, поэтому это был такой, скорее, у нас были какие-то абсолютно такие классические советские продукты. Каша, кефир, макароны, сосиски. Ну, да, да. Какая-то рыба, которая сильно отличалась от вашей, ну, ты понимаешь. Полинаю. Да, 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 то есть, это была какая-то замороженная, там, непонятно что. Вот, да, то есть, обыкновенная такая, как сказать, вполне себе советская еда. Детей кормили тем же, что кушали сами, я даже не помню. Кстати, было, да, было какое-то детское питание, но, я не помню, как меня кормили. А в футбол ты играл? Знаешь, в футбол, да, но не могу сказать, что очень много. То есть, возможно, как-то меня лично не так сильно коснулось. А тебя или... Нет, у нас футбол популярен, на самом деле. Популярен, да? Ну, просто у нас был еще и хоккей. То есть, у нас, ты же понимаешь. А, да, конечно, да, да. То есть, мы часто играли в хоккей. У нас была... Окей, нужно футбол, нужно мяч. Правильно. Два, как майка, два деда ворота. Да. И все. Правильно. Смотри, для хоккея тоже нужно... Послушай, нужна клюшка, нужна одна шайба и замерзшее озеро. У нас такое было. Ну, нужно такие... Клюшка. Слушай, клюшка была у каждого мальчика. Клюшка это было святое. Ты что, конечно. У меня была клюшка не одна, я их ломал постоянно. Нет, клюшки в советских магазинах были всегда. Слушай, вот клюшек никогда недостаточно не было. Ага, хорошо. Это не были как... Нет. Нет, они были, конечно, такие хреновенькие, но... Ага. Клюшки были всегда. Ты что? И играли на улице, когда заморозлено, как... Да. И нужно тоже... Ворота? Ну, ворота, да. А, ну, как... Коньки? Коньки. Это было не обязательно. Ну, то есть, технически можно играть без коньков. То есть, конечно, это выглядит не так круто, как на коньках. Но, в принципе, знаешь, когда тебе, не знаю, 12 лет, ай, да ладно, можно и так. То есть, в целом, сказать, что это... Это больше упадает так. Ну, слушай, ну, что тебе в 10 лет там случится? Конечно, какой проблемы, да. Да, никакой проблемы нет. Вот, поэтому, да, в хоккей у нас многие играли. Кто-то в коньках, кто-то без коньков. Знаешь, как придется. Ну, клюшка, понятно, что была у всех. Вот коньки не у всех, кстати, не знаю. Вот. Но, опять же, был... Нет, в футбол у нас ребята играли во дворе, но я не могу сказать, что, конечно, он был популярен настолько, как у вас. Но это было, да, было популярно. То есть, ну, мячик тоже был у каждого. У меня тоже был мячик и футбольный, и волейбольный. И клюшка у меня была. А, окей, окей. То есть, ну, опять же, у нас еще... Мы любили, например, ходить на озеро, купаться. Вот, то есть, у нас... Ну, понятно, что моря у нас не было, но было озеро и, в принципе, вполне себе приводное для того, чтобы это делать. Вот. Летом... Да, летом мы тоже не вылезали из воды абсолютно вот так. Слушай, я сейчас вспоминаю, как родители меня отпускали. Это был какой-то, не знаю, подвиг с их стороны. Я бы сейчас так не смог. Слушай, еще помню такую дурацкую историю. Когда мне было еще... Я не помню, какой это был возраст, но когда мы ходили на речку с ребятами, и понятно, что ты ходишь не для того, чтобы мыться, а чтобы там прыгать, купаться, плескаться и так далее. Но когда ты возвращаешься, а тебя туда никто не отпускал, ты как будто пошел погулять просто где-то во дворе. Вот. И когда ты возвращаешься, ты такой думаешь, блин, ну я же какой-то слишком чистый. Я приду, спросят, почему ты такой чистый? Ты, наверное, был на речке. То есть ты берешь просто с дороги, знаешь, такую... Да, ты берешь просто пригоршнюю песка, такой себе так по пузу помазал себе, ты знаешь, выглядишь соответственно, все, возвращаешься домой. Но это такая... Я не знаю, прокатывало ли это, мне кажется, что мама догадывалась, просто ни черта мне не говорила. Вот. Но да, то есть дети спокойно ходили на озеро купаться, ну как-то не было такого... Ну вот сейчас, мне кажется, наши дети растут в более таких тепличных условиях. То есть такого, как сказать, диких условий, ну как-то более свободных, что ли, сейчас уже... Ну, поменьше, да. У меня есть твороний брат и сестра, которые у нас как 10, 8, вот так. Более-менее они делают почти все, которое я уже делал, но просто они больше времени играют на видеоигры, вот так. И сейчас они смотрят YouTube и больше времени на компьютер, вот так. Но все равно они играют на улице, футбол и делают спорт. Поэтому поменялось просто все такое, ну как... Время, время. Время, 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 которое сидит дома на социальных сайтах. Поэтому тоже итальянское действие там поменялось много, потому что сейчас у нас есть много детей, которые толстые. А, да, я знаю, что в Италии сейчас проблема. Да, в Италии есть такая проблема. Да. Слушай, ну а раньше, что ее не было? Конечно, нет, не было. Что сейчас детей делают? Проводить больше времени на диване, и смотреть YouTube, и играть в видеоигры, вот так. Мое действие было поменьше, поэтому мы больше гуляли. Я чувствую, считаю, что это ненормально, что дети они толстые. Непонятно, это странно. Ну, странно, да. Может быть, сейчас больше таких снек... То есть, я думаю, что из-за изменившихся продуктов? Тоже. И так, и так. И так, и так. Хорошо, а чем тебя мама кормила в детстве? Вот ты спрашивал, что кушал я. Ну, знаешь, что у нас есть такие еда, которые только в детстве я ел, особенно обычная еда, которая... Я был в школе, и там было менса. Ну, как столовая. Столовая, там школа. И я так не любил паста с фаджоли. Паста с фасолем. Я в детстве не ел фасол, горох и так далее. Мне не понравилось. Сейчас я ем, но раньше нету. И у меня есть такое вспоминание, что там было... Там было почти лето, было уже жарко. Я был в школе, и мы ели там. И упала на мои ноги тарелка с горячей пастой фаджоли. О, и у меня были шорты. Там был такой шок. Может быть, поэтому я не ел много-много лето. Ты так запомнил хорошо. Да. И тоже я запомню первый раз, когда я попробовал миди. У меня было 15 лет. Я никогда попробовал миди. Я попробовал один. Я просто сказал, почему я не попробовал раньше. И ел все такое большое тарелка из миди. А тебе понравилось? Очень, очень. Но до 15 лет я никогда не попробовал. Потому что миди, когда ты молодой, ну, 10 лет ты не ешь миди. Не дают миди. Ну, еда была, ну, как, кроме обычной итальянской еды, поэтому, ну, мясо, рыба. Ну, знаешь, есть такие рыбы, которые ты ешь, когда в твое детство. Типа союла. Это что такое? Союла, это такой... Союла, это такая рыба, очень-очень низкая. Ладно, переведем потом, да. Хорошо. Вот. И потом был такой бастончини финдус. Это... Финдус тоже? Да, я загуглю, что такое. Бастончини финдус, это типичный, когда... Смотри, союла. Да-да-да, сейчас, подожди, секундочку. Так, ребята, прямо в реал-тайме все делаем. Сейчас, секундочку. Слушай, подошва переводится? Откуда я знаю? Смотри, покажи мне союла, я тебе скажу. Подожди. Так, друзья, называется европейская сольея. А, подожди, так это камбала. Камбала, да, я тебе сказал. А, камбала, да. Знаешь, почему? Это только, это мы даем диеты, когда они очень-очень маленькие. Типа восемь месяцев, девять, мы ем союла. Потому что это рыба с малой костей. И вкус, ну, как не суперсила. Вот. Поэтому диеты есть такое. А с какого возраста ты говоришь? А восемь месяцев мы ем такое? В восемь месяцев ребенок ест рыбу. Да. Конечно. Окей. Почему нет? Ну, потому что... В России нет? Нет. А зачем? Ну, потому что в этом... Почему нет? Ну, я не знаю, в этом возрасте у нас рыбу такую не дают детям, мне кажется. Не, не дают. Ну, конечно, не прямо все. Просто надо резать и так далее. И потом смотри, что мы ели, когда мы были маленькие. Давай. Ты загуглить не хочешь? Не, потому что если я тебе скажу, ты не понимаешь. Ладно. Вот. Это типичный. А, да я понимаю, что это рыбные палочки. Да. А почему Финдус? Это самый популярный. А, это бренд Финдус? Это бренд, да. А, понятно. Вы ели такие? Потому что это была система для нашей мамы, отдать у нас рыбу. Потому что если рыба страшна, когда ты маленький. И такие палочки, да, они были смещены. А, да-да-да. Я не считаю, что они супер... Супер полезны? Да. Да, на самом деле они в этом в сухарях, там жарятся, в чем-то там. Да, но все равно мы ели такие. Нет, у нас таких не было. Ты знаешь, насколько я знаю, даже в... Скорее всего, в моем детстве вообще их не было. То есть они появились позже. Хорошо. То есть я... Ну, или я их просто не... Ну, нет. Если я их... Если даже они были, я их совершенно не помню в детстве. Вот, по-моему, у нас их не было. Ну, знаешь, у нас все сильно зависит от конкретного места, в котором ты вырос. Возможно, там, в каком-нибудь приморском городе это было первое блюдо. Я не знаю. А, ну, да-да, конечно. Но в России вообще другая. Я такого не видел раньше. То есть в моем детстве их не было. А потом... Это просто, что я тебе сказал, союгера ета, потому что они были как... типичные и необычные. Потому что потом, конечно, ну... Мясо, овощи, паста... Хорошо. А в школе что еще вы, типа, в столовой могли предложить? Ну, вот у вас обед. Что было? Хорошо. Я паста кон фаджоли окей? Ну, вернее, в твоем случае не окей, да? Обычно паста кон пизелли... С горошком. С горошком. Паста помодоро обычная. Паста и лентики. У нас в мире много паста с... Кон и легуми. Это... С... С бабами? С бабами, да. И как второе блюдо, да. Ну, обычно рыба, мясо. Рыба, мясо. У нас был обязательно суп. Я тебе рассказывал до вот этого вот трагедияного обествия, да? Да, да, суп у нас нет. Слушай, я всю жизнь ненавидел суп. Вот я его и сейчас не люблю. По-моему, вот худшее, что можно съесть, это суп. За редким исключением. И ты понимаешь, что у нас вот когда... Я был в лагерь, я тебе сказал. Я знаю, что вы ели ест. Да, 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 ты же знаешь, да. Я ел макароны с сосисками, все, все. Каша утром. Слушай, суп, ты смог есть суп? Какой-то суп ты ел в лагере? В лагере? Да. Который мне не отдал, потому что или это еда, или ничего. Но я не могу сказать, что я люблю суп. Но я с удовольствием ем борщ. Или суп с грибами. Мне нравится. Но редко я ем суп. Ты же помнишь мой восторг по поводу того, когда... Как сказать? Я же тебе рассказывал. Когда выяснилось, что... Вот мне в детстве говорили всегда, что если ты не будешь есть суп, тогда у тебя будет гастрит, а потом язва желудка. Да, да, да. Пока, наконец-то, слава богу, не выяснилось, что это не имеет никакого отношения к супу, к жидкой еде и так далее. На завтрак у вас есть каша. А на завтрак, ну, как сказать, ребенку дадут кашу, да. Да. Потому что у нас кафе-латте. Ну, латте с какао и печенье. Да. Ну, у нас тоже может быть там молоко с печеньем, но не скажу, что это такая типичная. Это, скорее всего, была какая-то молочная каша. Вот когда я был маленький, была молочная каша. А мой папа, конечно, такую кашу не ел никогда. Да, папа мог приготовить себе в этот момент фритату. Ну, то есть я ищу, я ищу. Ну, да, да, да. Вот. И, соответственно, накидав туда всего, что ему нравится, и вот это все зажарив с яйцами, это был такой. Вот. Детям давали, да, кашу молочную. Вот манную ты ее помнишь наверняка. Тебе не могли ее не давать. Манная каша это такая, не переведу тебя на итальянский, скорее всего, она вообще никак не переводится. Это такая, она совсем жидкая. Там не чувствуется никаких зернышек, ничего. То есть она как клей такая для обоев. Да, 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 понятно, понятно. Вот это она. Это манная каша. Манная каша это, знаешь, такое типичное блюдо советского ребенка. Вот просто это вот. И потом, что еще, ну, про еда, например, думаю, что там были популярные суки дефрута. У вас? У нас, да, маленькие, такие маленькие бутильки и сок с яблоком. У нас все было хуже. У нас был компот. Да. Компот обязательно прилагался в качестве, ну, напиток. Ну, третье блюдо можно назвать? Нет. То есть, ну, на... Да, то есть первое блюдо обязательно, если мы говорим про обед, первое блюдо обязательно был какой-то суп, который обязательно мне не нравился бы, потому что, как я сказал, я никакие не любил. Потом второе блюдо. Вот второе могло быть, например, ну, например, сосиска, там, котлета, пюре. Котлета, да, да. Картофель, вот это часто встречалось. Либо макароны вот те, которые ты знаешь. Потом мог быть еще компот. Вот. Поэтому у нас все варили супы, варили каши, варили все вот эти вот штуки, которые тебе рассказывают. А во сколько? Не, не во сколько, не во сколько, не во сколько. Что? Давай, еще разок. А ку... А куанти ани? А куанти ани? Во сколько лет? Да, сколько лет, ну, например, делали первые вещи, как мужчина. Типа, курить сигареты или пить пиво. А, о, ты глубоко копаешь, да? Ну да, потому что это тоже действие. Это граница между действием и что-нибудь. Ты знаешь, я понимаю твой вопрос. Я был таким, как сказать... Потому что я был очень-очень хороший. Проблема в том, что я тоже. Да? Да. Да, я был... Ну, как бы я не был хулиганом, я был такой, как бы сказать. Ну... Тогда называлось спокойный мальчик. Да, да, я серьезно. Ну, у меня много-много друзей, которые курили первый раз 15 лет. 15. Слушай, ты считаешь, это рано? Нет, у нас это было намного раньше. Вот прямо... Да? Да. То есть, отъявленные хулиганы начинали делать это раньше. То есть, в 15 лет даже такие, как бы сказать, паеньки, как я, в общем-то, уже рисковали за курицей. Да, то есть... Ну, по крайней мере... Ты знаешь, ты сильно зависел, разумеется, от места, в котором ты рос. Конечно, конечно. Если ты... Как сказать... Если твоя школа была какой-то... Ну, я тебе говорю, то... Мои друзьями, они были нормально, спокойные. Но все равно 15 лет они курили. Вот. И они были все хорошие мальчики, девушки, вот. Но 15 лет они курили. Они курили. Они курили сигареты, я надеюсь? Сигареты и не только, конечно. И не только. Вот смотри, насчет и не только... А я начал попозже. Вот смотри, насчет и не только... Я вообще не застал все это. Серьезно. Ты знаешь, что ли у нас это было как-то... Слава богу, непопулярно. Или что я вообще до взрослого, как бы своего зрелого возраста, об этом ни черта не знал. И слава богу, то есть, в принципе... Я видел это в первый раз, когда у меня было 11 лет, может быть. Вот. Я видел вокруг меня, потому что все мои друзьями, они чуть-чуть большие, чем я, которые играли в футбол, баскетбол. Я видел всегда, никогда попробовал. У меня нет такого желания. Ну, я давно знал об этом. Нет, у меня, слава богу, как-то... Я думаю, что не у всех так было. Скорее всего, многие люди это видели и в исполнении намного, как бы сказать, худшим, чем ты рассказал. А алкоголь? Да. На самом деле... Это были другое отношение к алкоголу? Да. Ну, тогда это была вообще огромная проблема, мне кажется, абсолютно всех. Потому что... Ну, это была такая общенациональная проблема. Она и сейчас есть, как ты заметил, в России. Ну, да, да. Но это скорее, мне кажется, часть какой-то национальной... Моё вопрос, это не про... Сколько лет обычных люди начали делать такие, например? Ну, я думаю, что примерно в том возрасте, когда и ты обозначил. Лет 15-16. Лет 15. Как в Италии. Я первый раз, когда обухал, я помню, у меня были 16. Да, я думаю, что... Это был Новый год. То есть я не могу сказать, что у нас тоже там в 12 лет... Да, да. Но я никогда не пил, я много пил, вот так. И всё, но это нормально. Да, 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 лет 15, я думаю, что примерно так. Да, да, да. Ну, поэтому, видишь, это одинаково более-менее. Ну, как тебе сказать, одинаково, да не очень. Ну, просто у нас это легко найти наркотики, вот, в Италии. Поэтому и больше популярность. Били и стали, поэтому просто так. Когда я говорю с моими студентами, они всегда говорят, когда вы курили первый раз сигареты, они мне говорили, ну, как когда первый раз попробовали алкоголь, они много раз, они говорят, типа, 11, 12, 13. Это очень рано. Ну, нет, у меня так не было, на самом деле. Ну, я думаю, что были люди, у которых действительно это происходило настолько рано. Ну, я бы назвал чуть более взрослые какие-то сроки. Поэтому нет, так часто. Ну, вернее, так рано, скорее, я думаю, что нет. Ну, опять же, сильно зависит от места, скорее всего, в котором ты рос. Ну, конечно, да, конечно. Мне кажется сейчас, что я как-то, не знаю, как это случилось, но я как-то вообще перешагнул эти 90-е. Я их не видел в том виде, в котором я... Я не знаю, из фильмов о них больше узнал, чем видел их на самом деле. Хотя я вырос примерно как-то вот в... Понятно. То есть вот то, что, как бы сказать, что действительно я понимаю, как бы происходило. А какие передачи или мультики были популярны? А, я тебе сейчас расскажу насчет мультиков. Я уже не помню, конечно, возраст, в каком я это смотрел. Но скажу тебе точно, что был крайне популярен мультфильм «Том и Джерри». Ты помнишь, как... Ну, «Том и Джерри» — это детство, детство, когда маленький-маленький здесь смотрел «Том и Джерри». Да, да, да. Если был маленький-маленький, смотрел «Том и Джерри». Да, да, да. Вот, понятно, что у нас было много советских мультиков, которых ты даже не видел. Которые вообще... Я... Я тебе покажу, мы как-нибудь соберемся. Про советский знаю только «Карльсон и малыш». Да, «Малыш и Карлсон». «Малыш и Карлсон». Я знаю это и другой, как «Итальяно», «Бандито», «Маладуто». Это «Капитан Рунгель», да? Да, да, да. Вот, это знаю. А у вас были как... В Италии были очень популярны из японских. А, нет. Типа «Олли и Бенжи». Нет. У нас аниме стало. Нет, это было не аниме. А что это было? Это было... «Олли и Бенжи» это было про футбол. «Милай Широ» про волейбол. Нет, я вообще понятия не имею, о чем ты говоришь даже сейчас. А, вообще не знаешь, да? Да, да. Я не знаю, что это. А, жаль. Нет, у нас такого не было. Там было много про тема спорт. Я помню про гольф, волейбол, футбол. И еще... Ну, знаешь, когда я говорю о том, что этого не было, не значит, что этого не было у всех. То есть, вероятно, что я просто как-то это мог не видеть. Не знаю. Ну, то есть, я же могу судить только о себе, по сути, там, о своей семье, например, о каких-то, о моем окружении. Возможно, у кого-то это было. Ну, маловероятно, на самом деле. Я думаю, что если бы было, я бы об этом хотя бы слышал. Но нет. Ну, в Италии-то были суперпопулярны. Все такие. И даже и «Кавалери дело Зодиако». «Рыцари Зодиака». Да, типа... Нет. Нет, такая сага. Нет. Нет. У нас было очень много странных советских мультфильмов, это точно. Они странными казались даже на тот момент и сейчас иногда, кажется. Вот. И были такие откровенно голливудские, то есть, те, которые все знают. Ну, как Том и Джерри и так далее. То есть, чего-то более такого редкого. Ну, такой Дисней. Да, 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 да. Да. Ну, и ранний, соответственно, тот, который... Вот это было. А что еще? Да нет, в общем-то... Я, кстати, тоже не могу сказать, что мы проводили много времени дома, смотря мультфильмы. Конечно. Нет, абсолютно. То есть, у меня тоже было детство такое, во дворе. А у вас был фильм, который был как культ? Конечно. Какой культ у вас был? Ой, я тебе скажу, какой культ был. У меня лично это... Во-первых, у нас был фильм «Три мушкетера». А какой? С Жерар Депардье? Нет, конечно. У нас были самые крутые «Три мушкетера», которых ты можешь себе представить. А, с Боярским. С Боярским, конечно. С Боярским, да. И смотри, это было капецко круто. Я тебе хочу сказать, что каждый мальчик во дворе хотел быть Д'Артаньяном. Короче, да, это была просто какая-то, как сказать, самая крутая роль в жизни, которую ты можешь себе представить, это стать Д'Артаньяном хотя бы на какое-то время. Конечно, конечно. Да. У нас был мультик про «Три мушкетера» тоже. В моем детстве, да. Нет, у нас был именно этот фильм, и он был такой... Вот ты когда говоришь «культ», вот это был культ. Да. Вот это был прямо вот такой... Плюс, ты знаешь, вот когда... Опять же, мы когда в начале буквально подкаста говорили с тобой про то, что... Ну, как бы есть такое гаденькое ощущение, что мои дети не могут делать того же, что делал я. Вот у меня у дедушки было такое отдельное помещение, как гараж. А, да, да, да. В котором были все инструменты. Конечно. Твой дедушка, а мое тоже. Вот. И мой дедушка как бы крайне лояльно относился к тому, чтобы я оттуда брал все, что мне хотелось, и делал из этого все, что я хочу. Конечно, да, да, да. И это было капец как круто, я тебе хочу сказать, потому что, ты понимаешь, я... ну, то есть, я держал в руках самые неимоверные объекты, там, пилы, топоры, там, все подряд. Да, да. И ничего со мной, слава богу, не произошло. Хотя вот, опять же, как сейчас, мне это кажется немножко опасным, да, но тогда я делал себе вот эти... для того, чтобы стать, соответственно, д'Артаньяном, у тебя должна была быть шпага. Чтобы у тебя была шпага в советском детстве, ты должен был ее сделать, то есть, ты не мог ее пойти купить, по крайней мере. А велосипед у тебя был? Слушай, обижаюсь, конечно, велосипед был у каждого советского мальчика. Вот так. Да, это ты должен был быть последним лохом, чтобы у тебя не было велосипеда. Нет-нет, велосипед, ты знаешь... Да? Конечно. Хорошо. Я не знаю ни одного мальчика, у которого не было велосипеда. Вот, это у нас тоже, да. Да, велосипед это, блин, у тебя не могло быть, не знаю чего у тебя, рюкзака в школу, но велосипед у тебя должен был быть. Да. Единственное, что там был такой компромисс, иногда я знаю, что вот у меня был велосипед такой для подростков, то есть, в принципе, нормальный. А иногда я видел, что мальчики брали велосипеды у взрослых, и тогда... А там же такая рама, знаешь? Да-да-да. И ребенок ехал как-то странно так сбоку, знаешь, потому что до рамы он не доставал, и он как-то вот это так немножко странновато все выглядело, но, тем не менее, крутил и ехал. То есть, нет, каждый ребенок... Не знаю, как девочки. Слушай, с девочками тогда все было сложнее для... В тот момент... Сейчас, кстати, тоже мир девочек для меня весьма загадочный, да-да. Вот, поэтому что происходило у них, я не очень, ну, как бы сказать, не могу уверенно утверждать, что у каждой там девочки в душе творилось, но с мальчиками понятно, что как бы... Ну, у тебя была хотя бы сестра, ты можешь как-то за этим понаблюдать, у меня был брат, поэтому у нас была исключительно мужская команда. А, хорошо, хорошо. Да, поэтому... Ну, вот велосипед это, блин, это мастхэв, обязательно велик был у каждого. Это очень такая советская штурковина, если хочу сказать. Бензина не нужно, то есть ничего, никаких этих самых... Да-да-да-да, конечно-конечно. Это очень распространенная была. А кататься на лыжи вы были когда-то, ну, в Советском Союзе, там были популярные или нет? Лыжи были очень популярны. Лыжи были... Я когда ходил в школу, у нас в школе был этот самый, как тебе сказать, такой специальный маленький гаражик, в котором стояли лыжи. То есть у нас зимой была, ну, как физкультура была, понимаешь, занятие... Да-да-да, физкультура, да-да. Вот, и все, приходил физрук, женщина, кстати, была женщина, да, физрук, она открывала эту кладовку эту, доставали все оттуда, попали лыж, они были ужасны, но ехали. Да, то есть мы ездили на лыжах буквально всю каждую зиму мы ездили на лыжах. Да, то есть, ну, ты, между, переставляй их вот так вот. Переставай, просто на... Конечно, конечно, у нас там гор никаких не было, то есть это по равнине ты идешь. А, хорошо, хорошо. Это была скорее, как бы сказать, ходьба, ну, то есть ты мог, конечно, разогнаться там. Потому что для нас, что я родился в Италии, вот, на море, место где... И я помню, в моем детстве в Салерно только один раз было снегом, на все детстве. Вот, конечно, рядом с Салерно, как, не знаю, 60-70 километров на горах, там была каждая зима. Но прямо в Салерно это было просто... Один раз на все время. Один раз на все время, да. И я вспомнил, что я хотел... Я взял как пакет, вот, и поставил там снегом на этот пакет и сказал, баба, давай возьмем снегом дома, вот. В холодильнике. Да, холодильник, да, потому что для меня был как суперкруто снег. Слушай, а мороженое у вас было популярно, да, вы же... Да, 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 у нас было кучолоне. Кучолоне это как две вафель. А, и между ними мороженое. Мороженое. И там написано как шутка на каждой вафель. А, да. Да, 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 да. Нет, у нас такое было, да, такого типа? Я их такое не очень любил, я любил в стаканчиках. А, да. И потом еще был... Это был очень-очень популярный. И потом был другой назывался Калиппо. Он был... Ну, простой. Ну, давай. 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 Давай на итальянском я переведу. Да, да. Era типа... ...un cono... Так, конус. ...di картоне. Так, конус из картона. И dentro c'era как у гиачиол. Так, и внутри было что-то типа льда, да? Да. Ну, разный вкус. Как гранита. Как гранита. Как гиачиол, но мессо в куэсту коно. А ты си... Гиаси ти дила страду так? А, у нас как-то, да. Он просал, да. Какие дизи, как ты мессил, да? Да, 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 да. Калиппо там был очень популярный. И гиачиолу обычно. Обычно гиачиол. Гиачиолу это для нас просто мороженое. Хорошо, скажи, а в какие игры вы во дворе играли, кроме футбола? Были какие-то игры другие? Да, да. У нас мы играли гуардиэ ладри. А, то есть это казаки-разбойники наши? Да, то есть... Гуардиэ ладри. Наскондино. Так, прятки. Да. Так, это тоже было, да. Палла Авелената. Оу. Это что такое? Это как... Нужна мяч. Так. И мы поставим, как 3-4-5-7 человек на стену. Хорошо. И надо дать мяч. И надо... Уклоняться от мяча. Уклоняться от мяча. Если... Мяч попал в тебя? Да. Ты ушел. Это Палла Авелената. Потом, конечно, есть такая игрушка, которая у нас называется Кампана. Я еще вижу здесь, где ты рисуешь на... На асфальте, которая... На асфальте, там один, два, три... А, чтобы прыгать? Да, прыгать. У нас в основном девочки в это играли. Мальчики как-то не слишком... Выиграли, да? Мальчики тоже, да, да, нормально. Там бросают камушек какой-то и... Да, да. Для нас тоже. Но мальчики тоже. Нет, у нас не сильно это было популярно. Я знаю, что... Могли играть, но... В основном девочки играли в это. А вы делали такое, что... Типа... Ла Банкарелла называется, что ты возьмешь дома старые вещей, старые игрушки и продавал на улице. Нет. Нет, никогда. У нас был такой... Это было так смешно. То есть ты просто из дома тащишь все подряд? Ты возьмешь так старые пелуши, лего, что-то, и зарабатываешь деньги. Хорошо, деньгами в этом случае что было? Деньги. Людей покупают твои продукты. В смысле, на улице? На улице. Взрослые люди? Взрослые люди, другие ребята, да. Ай, да ладно. Ты просто продавляешься такие вещи. Нет, мы такого не делали. Как рынок. Нет, мы такого не делали. Мы делали в такой закрытой деревне, потому что там были такие улицы, и там были как дома против дома. Вот так. А, да, да. Поэтому мы рядом дома поставим, ну, как все наши игрушки, ну, как... Это интересно. Сейчас вспоминаю, да. И потом, да, или футбол, или волейбол, ну, все игрушки, ну, такие игры с мячем. А когда ты пошел в школу, тебя в школу возили, или ты туда пешком ходил? А, я жил очень рядом школа. Близко? Близко, 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 поэтому я сам пошел, потому что у нас был такой дом с две балконы на две стороны. И поэтому моя мама могла смотреть на меня. А, в классе прямо? Что ты делаешь? Да, типа, вот, я ушел от моего дворца, был направо, и еще направо. Там была моя мама, нельзя смотреть на меня, не знаю, три-четыре метра, потом она бежала в другой балкон, а я ушел там. Понятно. Да, и потом там была школа, поэтому смотрила меня, да. Ты знаешь, когда ты переводишь палаццо как дворец? А, дворец, это значит, да. И там говоришь, что там был мой дворец, и твой рассказ получается несколько... Нет, нет, это здание. Да, у нас называется многоэтажка, да, по-итальянски, как палаццо, да. Ну, потому что я просто концентрировал очень много на как объяснять, но это очень-очень сложно, но это понятно, да? Понятно, понятно, да. Непонятно было только с дворцом. Дворцом. Мне понравилось. Я ушел от моего дворца, и там и саду, и элефант. Да, да. А потом пошел жираф, а я приехал в школу. Да, да, я обычно гулял пешком, потому что там было... Серьезно, супер близко. Да, я тоже в пешком школу ходил. Тоже сейчас гуляют до школы ребята в Италии, это нормально. То есть в основном детей все-таки не возят в школу, да? То есть они ходят пешком, ну, если есть возможность. Если они близко, да. Если они близко, да, без проблем. Ну, смотри, где они живут. Если они живут, ну, как на центре города, не на крае города, какой город, если дорога нормальная. Да. Вот знаешь, у меня есть такая... Напомним, я тебе что-то подарю. Ты что-то принес, да? Да? Да. Короче, смотри. Помнишь, мы с тобой разговаривали про еду? Да. У нас таких тем было много, но одна из них была такая. Да, в такой раз. Да. Короче, суть в чем. Смотри, у нас было такое странное заведение в городе. Таких больше нет, но мне очень запомнилось. Короче, это был коктейль-бар. Ого. Понимаешь, как бы коктейль-бар. Под коктейль-баром там понимался молочный коктейль. То есть понимаешь, как это... Но вторая его часть, это был пивной бар. Ого. Короче, и это было крайне, как тебе сказать, такое культовое заведение в городе. Это просто мечта папаши. То есть папа приходит с ребенком. Ага. Короче, садит его с одной стороны. Да, то есть закажет ребенку молочный коктейль. И это было единственное вообще место в городе, где можно было найти пластмассовые трубочки. Знаешь, как лучше. Да, да, да. То есть больше их нигде нельзя было купить, достать, украсть. Они были только в этом коктейль-баре. А с другой стороны был пивной бар, где приходили мужики. Да. Да? И помнишь, они приходили, они приносили с собой этот сухую рыбу сушеную. Да, 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 да. Вот. И все, то есть мой папа брал рыбину об одну руку, меня в другую, и мы шли в бар. Да? Да. Нет, Виталий, нет. То есть это удивительное место. На самом деле потом выяснилось, что это эксклюзивно моя история, что это вообще не типично. Да, нет, Виталий, нет. Если ты сейчас решишь, что у всех это не так, да. Что, сейчас я вспомню про, ну, место похожее на это, но ла сала джоки. Да, игра для игр, ой, зал для игр. Да, у нас был, где мы играли карамбола. Так, в этот самый, в бильярд? Бильярд, где мы играли бильярд. Дети. Дети. А, круто, да. Десять, одиннадцать, за деньги мы играли. Здорово. Да, ну, миллилиры. Ну, да, тысячу лир. Да, это было, как сейчас один евро. Просто цена жетон. Да. То поигрывать платит. Вот так. И мы так играли. И там, конечно, были люди, врослые люди тоже. Поэтому мы ничего не пили, ничего. Но другие пили, вот и мы играли. Но у нас было время. Мы могли играть, но после обеда. Потом пошли врослые люди, и они просто... Они вас оттуда... Ребята, во-во, вия-вия. Держи. Что это? Это подарок. Я боюсь. Рыба. Это лещ. А что надо делать? Лещ, сушеный лещ. А что делаю сейчас я все это? Забираю его себе домой. И как надо есть? Почему мы не едем вместе? Я боюсь сейчас пойти домой. Мы с тобой в другой раз, когда пиво будем покупать, тогда мы будем есть леща вместе. Ну, послушай, ты не обязан его есть, да. Это такая классическая штука. Помнишь, мы с тобой разговаривали о том, о том, что с рыбой делаете вы, и что делаем мы. Да, да. Вот. Вот это на самом деле. Вот, знаешь, примерно такого мой папа брал в одну руку, когда брал в другую меня. Сушеный лещ, это такая... А как надо есть? В смысле, надо чистить. Надо чистить? Конечно. Как обычная рыба чистить? Нет, не ножом, руками. Руками? Руками. А потом есть мясо, которое есть? Хорошо. Хорошо. А сколько день я могу... Сколько хочешь, он хранится вечно. Да, ладно. Это нормально для вас, да, подарить рыбу? Ну, слушай, я для тебя специально купил, потому что в прошлый раз мы с тобой обсуждали, ты же не решился купить ее сам. А это из... Это из магазина. Да, конечно, из магазина. Из реки или из моря? Из реки. Из реки. Да. Хорошо. Вкусно. Вот ты же интересуешься советскими всеми штуками. Да. Честно говоря, это очень советская вещь. Это очень советская вещь. Это очень советская штука. Хорошо. Вот к нему еще обычно пиво прилагалось, оно называлось «Жигулевское». «Жигулевское»? «Жигулевское» – это как бы марка, что ли, пиво. Но она была, как сказать... Это же брендов не существовало в тот момент. Это была государственная какая-то... Хорошо. Государственный бренд. Вот. И ты знаешь, вот этот запах сушеной рыбы и пива – это очень советская штука. Вот правда. Это прямо такая... Ну да, представляю. Да. Надо сохранить на холодильник? Как хочешь. Как хочу. Да? Да. Хорошо. Если у человека, кстати, вот да, и там я видел в этом же баре такую штуку, если кто-то не принес с собой леща. Да. Если у него, ну как бы, ну не купил, не было, не знаю. Я, кстати, не помню, были ли проблемы с осушеной вот этой штукой, чтобы взять с собой. Тогда там стояли на столе такие маленькие солонки, он просто брал немножко соли и клал ее на краешек бокала с пивом уже. Ага. То есть, понимаешь, да? И выпивал его как бы вот так, с этим солененьким. Вот. Да, это тоже одно из воспоминаний моего детства. Вот. Так что да, это было так. А детей, детям леща нет. Нет, сушеную рыбу дети не кушали. Не кушали, да? Нет, конечно. Тем более это до... Да как бы ребенок на самом деле это есть не станет, да, если ты ему это дашь. Ты не подозреваешь. Это же пиво, да? Да. Да. Это прямо пивная штука. Дома у меня есть пиво. Думаю, вечером будет как ужин. Без пива никто это не употребляет. Конечно. Да, да, да. Вечером буду попробовать. Давай. Завтра тебе расскажу. Ты же завтра придешь, надеюсь. Я надеюсь тоже. Надеюсь тоже. Спасибо за подарок. Конечно. Может быть, я просто был в шоке, не сказал сразу спасибо. Ничего. Это первый раз, который мой друг подарил мне рыбу. Знаешь? Ну, в Италии не делаем, но другой рыбу просто можем подарить. Сырую. Сырую, да, да. Ну, знаешь, ваш подарок не сильно отличается от моего. Да, да, да. Форма это форма, да. А ребята, если вы тоже хотите задать вопрос итальянцу, пожалуйста, пишите нам. Адрес электронной почты найдете в описании к подкасту. Да, пожалуйста, да. Да, на все вопросы, которые вас интересуют, я думаю, сможем ответить. По крайней мере, на те, которые успеем. Не обещаю, что мы ответим на все, потому что... Ну, можно все, но не все сразу. Ну да, и бывает просто достаточно много, поэтому будем пытаться отвечать на те, на которые успеем. Тогда на сегодня все. На сегодня все. А прессу. А прессу. Чао. Чао.